В состав голландской эскадры входят три корабля и подводная лодка. Первым в порт вошел фрегат Эвертсен, следом корабль боевой поддержки Амстердама и патрульный корабль Зейланд, а последний пришвартовала субмарина Бруиндвиз. В свете решений саммита НАТО Уэльса и учения в Балтийском регионе стали проводиться чаще, причем не только на земле, но в воздушном пространстве и на море. В ТАТ размещено американское пехотное подразделение, укомплектованное собственной бронетехникой, а в аэропорту Эммары несут дежурство немецкие истребители. Активно развивается и военное сотрудничество с Нидерландами. Наше двустороннее сотрудничество развивается в разных сферах. Если говорить о военном сотрудничестве, то после закупки в Голландии военной техники мы можем начать совместно отрабатывать необходимые навыки. Наши военные обсуждали сотрудничество в ВВС, а теперь и наши корабли пришвартовались в Таллиннском порту. Самолеты Голландии недавно принимали участие в совместных учениях, и корабли Нидерландов также заходили в эстонские воды, но в составе объединенной эскадры НАТО. А в качестве самостоятельной полноценной группы в совместных учениях голландские корабли участвуют впервые. Многие голландские моряки, включая меня впервые в Таллинне, сегодняшний день для нас начался очень рано, ведь учения мы провели еще в утренней темноте. Вначале мы отработали совместные маневры с вашими кораблями, затем тренировались работать с вашим вертолетом, а в завершение отбили воздушную атаку, конечно, предполагаемого противника. Теперь наши эскадры здесь, в Таллиннском порту. Военное сотрудничество Эстонии и Нидерландов развивается достаточно активно. Силы обороны уже приобрели значительное количество техники, включая бронетранспортеры и грузовики. А несколько недель назад министры обороны Эстонии и Голландии подписали предварительный договор о поставке в нашу страну 44 боевых машин пехоты. Договор предполагает также выучку эстонских военных и проведение совместных учений. Так что взаимодействие двух стран в этой области станет более тесным. Впрочем, как отмечает голландский посол, сотрудничество налажено не только в военной области. А командир эскадры по традиции приглашает всех желающих завтра посетить корабли Эверстен и Амстердам. Это можно будет сделать с 10 до половины 12 утра и с 13 до 15 часов. Корабли стоят в порту Ван-Асадома 17-го причала. Надо лишь не забыть удостоверение личности. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.